Прежде всего мы проанализировали опыт развития промышленности с 1991 года нашего региона. И решение следующее, что 7 основных кластеров, где будет развиваться промышленность, исходя из исторической специализации и текущих потребностей нашей страны и технологического суверенитета. Сейчас основная задача это, конечно, подготовка кадров для промышленности. Второе это участие в федеральных программах поддержки для развития и, конечно, рынке сбыта, реализации производимой продукции. В этой связи мы понимаем, что сейчас, когда санкции, у нас очень высокий спрос на продукцию отечественной промышленности, но с учетом того, что мы также понимаем, что санкции эти закончатся через какое-то время, то надо быть готовым к тому, что будет конкуренция и промышленность не должна впоследствии пострадать от того, что мы все равно будем работать и интегрироваться с другими государствами. Поэтому, исходя из этого, мы понимаем, что перспективными направлениями являются высокотехнологичное производство, это радиоэлектроника, это машиностроение, обработка леса, металлов и производство полимерной продукции. Мы посоветовались также с нашими промышленниками, обратились к самим предприятиям. Поэтому концепция и стратегия развития подразумевает работу до 2030 года. И тут очень важно, что в развитии будут принимать участие все наши предприятия, кто хотел бы. У нас также вторым вопросом – это список стратегических предприятий региона, которые тоже принимают участие и будут дальше работать в развитии промышленности нашего региона. Хотел бы тоже отдельное внимание обратить наших коллег, депутатов федерального уровня, сенаторов, потому что участие в федеральных программах сегодня – это очень большая ответственность по выполнению гособоронзаказа и других федеральных программ. У нас по законодательству Российской Федерации муниципальные и государственные закупки тоже являются формами поддержки реального сектора экономики. Поэтому мы тоже сориентированы, чтобы при покупке для нужд Тверской области мебели, либо каких-то товарно-материальных ценностей мы отдавали приоритет, не нарушая темнопольного законодательства, только своим предприятиям. Вот так ориентируемся. – Как вы на поле других регионов страны смотритесь в промышленности нашего области? – Вы знаете, смотрится, по-моему, в тех условиях, которые есть, лучше, чем, наверное, рассчитывал губернатор. Я так думаю. И уж о тех, кто сомневается, тем более. Но вот подумать так, это, я думаю, где-то среднее место в ЦФО у нас. – Да, у нас возьмем. – Ну, такое хорошее. – Да. Причем 350 миллиардов в РП, если я не ошибаюсь, тоже хорошие цифры. Ну и дальше я вот не буду сейчас смотреть свои в листочке, но я скажу следующее. Вот такая деталь одна, вот по-простому, по-человечески. Значит, Игорь Михайлович сегодня, когда остроил задачу, он, вот все эти кластеры, территории развития, он привязывал к первому вопросу и вновь им завершал. Это люди. Он говорил о том и приводил примеры, что обезлюдили, нет стимула у молодежи оставаться, надо решать эти задачи. Мы построим школы, мы строим учебные заведения. Правильно было сказано, не сколько выпускает наш колледж, а сколько устроился на работу задача. Понимаете, да, вот вроде об этом говорят, сколько работают, столько говорят. Но вот так говорят уже вот только сейчас. Я сегодня слышал, губернатор ровно об этом он говорил. То есть не просто управление, а эффективное управление, системное управление, опираться на то, что себя показало.